Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня с вами я, Зара Готли, ваш иммиграционный консультант из города Сан-Диего, штат Калифорнии. И сегодня я хочу поговорить на тему о том, имеет ли право человек, иммигрант, который приехал по воссоединению или по каким-то другим иммиграционным иммиграционными путями, имеет ли он запрашивать социальные пособия, если он был спонсирован. Потому что в последнее время я очень часто вижу комментарии на эти темы, и многие говорят, что да-да-да, ты имеешь право это все получать, но я бы хотела бы немножечко с вами пройтись по официальным источникам, что пишут в этих официальных источниках. Значит, прежде чем я еще раз, прежде чем начну, я еще раз хочу подчеркнуть, что мой канал не является каналом для юридических советов, это просто информация к ознакомлению. И все те, кто оставляет комментарии, делятся моими видео, я хочу вас поблагодарить за это. Спасибо большое, что вы просто пишете комментарии, как мне пишут, для продвижения. Конечно же, чем больше людей увидят эти видео, я думаю, тем больше людей будут знать, как себя вести в Соединенных Штатах, и чего не нужно делать. Я думаю, что задача этого канала именно в этом и заключается. Конечно же, среди тех, кто мне пишет эти комментарии, всегда, всегда найдутся парочка людей, которые там один мне вот тот день написал, говори побыстрее, что ты тянешь, как кота за одно место. Но вот больше я не буду как бы интеллигентно глотать вот это все. Вы будете получать по башке точно таким же путем, тем путем, который вы со мной разговариваете. И плюс, когда вы приходите ко мне на канал, не командуйте. Командуйте у себя дома. Это мой дом, и здесь буду заправлять всем я. Значит, давайте теперь поговорим о том, что имеет право получать иммигрант и что он не имеет права. Значит, перед вами эта форма, форма Ай-864, в которой говорится, в которой петишенер ставит свою подпись и в которую он говорит, что я буду его финансово содержать, этого иммигранта. И вот здесь они говорят, что когда ты подписываешь, значит, вот в этой части они говорят, что когда ты подписываешь эту форму, ты заключаешь контракт между государством и это своего рода контракт между тобой и государством, в котором ты обязуешься, обязуешься содержать этого иммигранта. Также здесь говорится о том, что что может случиться, вот например, вот здесь, что может случиться, если я не буду выполнять свои обязательства. Здесь они пишут, что если ты не будешь предоставлять достаточную поддержку, то тот человек, тот иммигрант, за которого ты взялся, которому ты сказал, что да, ты будешь помогать, он может тебя судить. И вот здесь, вот здесь очень важная часть. Они говорят, что если по каким-то причинам твой иммигрант получит федеральную помощь, или штатную помощь, штатовую помощь, или же местную помощь в получении хоть каких социальных бенефитах, то эта организация, может эти организации, эти агентства, они могут тебя попросить о том, чтобы ты выплатил это всё. И если, говорят они, если ты не выплатишь им, то тебя могут судить за это. И в любом случае, с тебя по-любому возьмут эти деньги. Ты должен будешь заплатить им эти деньги. Я хочу вам показать, вам показать, вот, где я, как я сказала, где я, где я спорила. Значит, это очень такая большая группа, называется «Наша в США, жизнь в Америке, иммиграция, советы». И я бы вам не советовала здесь, сюда подписываться, потому что очень-очень-очень много неприкрытого хамства со стороны людей и очень много грубости, мимо которой иногда просто сидишь и думаешь, блин, где эти люди вообще живут и где они росли. Значит, женщина пишет «Здравствуйте всем, посоветуйте, пожалуйста, у меня такой вопрос, как получить медстраховку о себе. Мне 71 год, в США вместе с мужем по воссоединению, сын в США почти 3 года, имеем грин-карту, работаю педагогом. Зарплата очень маленькая, муж не работает, два месяца назад подали нам медстраховку впервые, но нам отказали, сказали, что не подходим по показателям. Что делать, как все-таки ее получить? Значит, давайте вот проанализируем, вот как я вижу эту ситуацию. Женщина под своим именем пишет в социальных сетях о том, что она была спонсирована и о том, что ее спонсировал ее сын и что, несмотря на это, она запрашивает медицинскую страховку. Естественно, если ей отказывают медицинской страховки, значит, она запрашивала субсидированную страховку. Ту, за которую можно или не платить, или же ту, за которую там можно платить, но очень малое количество. Значит, это одна ошибка. Дальше, идем дальше. Я здесь пишу, если вы по здесь, они говорят, когда заканчиваются обязательства этого спонсора. Значит, когда этот иммигрант становится гражданином США. А когда он может стать гражданином США? Он может стать гражданином США через три года, то есть, через четыре года, если по браку, обычно по браку три года проживаете, и потом имеете право подать на гражданство. Или же через пять лет, если по воссоединению семьи с детьми или еще с кем-то. Дальше. Вот здесь девушка мне пишет, она мне направляет, как можно отвечать неграмотным людям, которые просто предполагают, а реально не знают. Ну, неграмотными людьми называет она меня. Я тоже по воссоединению семьи. Уже второй год на Фидели с бесплатной страховки. Господа, отвечайте за свои советы, а не что-то там такое не по делу. Просто злость берет, когда люди не знают и суют нос. Значит, вот эта мадам, она тоже под своим именем, вот я вот немного грубо скажу, орет и говорит, что я тоже приехала по воссоединению, я тоже беру бесплатную страховку. Значит, почему я говорю, что в открытую об этом люди говорят. Вот я сегодня не зря поделилась видео, в котором говорится о социальных сетях. Вы не забывайте о том, что социальные сети мониторятся. Они мониторятся и люди, которые работают в Департамент в Хомлен Секьюрити они об этом говорили так же, что они будут смотреть даже при получении гражданства, при продлении вашей грин-карты или при снятии условностей с грин-карты о том, что вообще творилось в социальных сетях. Дальше. Здесь говорят, сто процентов народ не знает и дурь друг другу советуют. Дальше у меня спрашивают откуда я знаю. Я даю две ссылки, в которых также говорят If the sponsored immigrant receives any federal means tested public benefits, the sponsor will be expected to reimburse the benefits. Вот здесь они прям выделили это. Если спонсированный иммигрант получает хоть какие-то социальные бенефиты, то спонсору нужно будет вернуть это всё. Дальше. Я им даю вторую ссылку, меморандум, в котором именно про это и говорилось от 23 мая, что если спонсированный иммигрант получал хоть какие-то социальные бенефиты, то ему нужно будет вернуть, спонсору нужно будет заплатить это назад. Понимаете, есть такие моменты, когда бывают исключения, но когда вы заходите и видите вот такое количество, где люди говорят «иди туда», ну вот и дальше если смотрите, они им говорят «иди туда», «иди сюда», и «ты получишь там», «позвони этому», пожалуйста, не слушайте. Смотрите официальные источники и я вам показываю, где здесь, вот здесь это сайт USCIS, не просто так, где говорится, что от вас ожидают. И еще запомните то, что очень долгое время люди приезжали и, например, по туристической визе или еще по какой-то визе, да, и они получали социальные бенефиты. А теперь задайте себе вопрос, откуда появился public charge? Вот откуда появился public charge? от того, что люди приезжали и использовали эти медицинские страховки не по назначению, им это было не положено. Понимаете? И это означает то, что если вы когда-то нарушили правило, вот сейчас оно вам и выйдет. Если вы когда-то приехали и воспользовались этими страховками, и сейчас вы уже не сможете получить грин-карту. Вот поэтому всегда лучше обратиться к официальным источникам и посмотреть, что там они пишут. Но вот этот совет, он меня вообще с места вырубил, я даже не стала отвечать. Он мне пишет, Зара, вы когда читаете закон и поищите статистику о том, в скольких случаях и как конкретно он исполняется. Но это вообще, понимаете, если значит этот закон каким-то образом, в каких-то я не знаю, по каким-то процентам он не исполняется, значит давайте будем это делать, что ли, выходит. Вы понимаете, когда вы приезжаете в страну, это вы вообще не должны руководствоваться вот такими советами, а вдруг кто-то не узнает. Я думаю, что порядочность и вообще это должно быть как бы образом жизни, вот эти мысли, что я приехал сюда, я не хочу нарушать законы, я не хочу подводить тех, кто за меня поручился, я хочу вот сам этого как-то добиться, да, это должно быть как бы вот образом мысли, образом жизни, а не вот этим, что давайте-ка я посмотрю этот закон исполняется или же нет, ну это просто нонсенс. И также когда мы смотрим когда мы смотрим эту форму, здесь они говорят, что твои обязанности закончатся, когда ты умрешь спонсора, да, если ты умер, то все, на этом твои обязанности закончились. также если человек, который проработал, то есть если человек проработал и получил кредиты, 40 кредитов, вот типа такого, дальше если он больше не является, не является гринкардхолдером, или же его там депортировали и он больше не является, не живет в этой стране. Вот поэтому когда вы принимаете решение о том получать вам социальные пособия или же нет, вспомните пожалуйста вот про это видео, кто бы вам бы не говорил да иди получай, мы же получили, вот они же получают и еще что-то такое, пожалуйста вспомните вот это видео и не нарушайте, потому что да, возможно сейчас вас это не коснется, но в будущем я больше чем уверена, что это вас коснется, потому что все равно вы должны помнить о том, что незнание законов не освобождает вас от ответственности. Вот такая у меня сегодня тема и плюс я сегодня поделилась о том о том вообще какое значение в эмиграции будет будет иметь социальные сети и прежде чем что-то писать в социальных сетях подумайте о том правильно ли я делаю я уже снимала видео о том когда молодой человек приехал и его вызвали и его визу аннулировали потому что он вот в таких же больших группах под своим именем писал мне нужна работа мне нужно то мне нужно это и я не призываю ни в коем случае писать под каким-то другим именем что вам нужна работа но просто опять я вас призываю чтобы порядочность это было образом жизни не просто так что давай-ка я вот сейчас сделаю это а потом сделаю то нет это не должно быть так с самого начала не начинайте жизнь свою с обмана с нарушения правил и думайте о том о тех людях которые вас спонсировали желаю всем всего самого наилучшего с вами была Зара если будут вопросы пожалуйста оставляйте в комментариях и еще раз желаю вам всего наилучшего новостей пока ни по гринкарте ни по визам ни по открытию посольств никаких нет если будут я обязательно вас ознакомлю пока